Это уже Михаил Рабинович. В России был, конечно, инженером, а в Америке, конечно, работает программистом. Правильно я говорю? Михаил Рабинович, известный юморист, у него много публикаций, он пишет прозу и стихи, принимает участие в концертах, на фестивале. Пожалуйста, поприветствуем Михаил Рабинович. Как известно, о Муму написал другим, но могли бы и другие тоже. Вот, например, Хемингуэй, и тогда бы назывался Герасимовика. Что это спросил Муму? Ловко, сказал Герасим, плывем. Да, сказал Муму. Уже скоро, сказал Герасим. А зачем, сказал Муму? Герасим не ответил, он был мимой. Искандер, Муму из Чигема. А держать Муму в городе разрешается? спросил Чик. Держать разрешается, ответил милиционер Герасим. Но раз держать разрешается, сказал Чик, значит, и гулячь у лечки разрешается. Нет, не значит, ответил Герасим. Ты меня не путь, я закон знаю. Но раз держать разрешается, начал было Чик. Держать разрешается, но гулячь не разрешается, перебил его Герасим. Это неправильно, сказал Чик. Это правильно сказал милиционер. Еще одно слово, сказал милиционер Герасим, я штрафую муму или вообще утоплю. Все равно неправильно сказал Чик. Все, сказал милиционер, штраф 5 рублей, тут дом правительства строят. Пусть строится, согласился Чик со строительством. Барыня из Москвы может приехать. Что если она на твою муму посмотрит? Посмотрит, отвернется. Барыня не может отвернуться, как мы с Герасимом. Донцова. Синее ему счастье, микстура дзаикания, надувная жена для Герасима, комасуфы для барыни и еще 377, нет уже 378, иронических детективов, объединенных общими героями. Никогда не сдавайся по этому принципу, живет богатая барыня, обвиненная в жестоком убийстве собаки. Герасим, ее личный секретарь, тоже вынужден следовать этому лозунгу. Все бы ничего, но барыня вообразила себя великой сыщицей. Герасим гоняет по городу, закинув язык на плечо, выполняя ее поручения. Он мечется по знакомому убитой и сам не замечает, как выходит на убийцу, который уже приговорил незадачивого сыщика. Татьяна Толстая. Мумусь. Герасим пытается утопить Муму в реке Акерви, но ее планом из-за пришельцев, радиации, неустановленного взрыва и стилизованного языка произведения не суждено сбыться. Петрушевская. Черное пальто Муму. Служивая девушка Татьяна идет к барыне, несет япончики с маком. Вдруг она оказывается на крыле дороги, зимой в незнакомом месте. Мало того, она одета в чье-то чужое черное пальто. Под пальто она смотрит в спортивный костюм, в котором кто-то спит. Девушка идет в направлении спыления, видит разные теннистные знаки, уходит все дальше от барыни, не зная еще, что спасает тем самым себе жизнь. Мураками. Охота на Муму. Про японцев. Акунин. Барыня смерти. По старой Москве ловко крадется киргиз, который оказывается японцам массы. По-русски быть плохо, только Муму. Вместе с фантазом они проникают в самое логово барыни. Тем временем всех остальных героев одного за другим топят, как щенят. Но это не мешает Сандюрину успешно вести следствие. Рецепты корейской кухни. Возьмите чистую костюлю и налейте воды. Скажите Герасиму, чтобы никуда не ходил. Музыка спасения на водах. Спасибо за ваш звонок. Каждый клиент особенно ценен для нас. К сожалению, все спасатели в настоящее время заняты. Если вы барыня, скажите один или нажмите цифру один. Если вы Герасим, нажмите кнопку два. Говорить ничего не надо. Если вы Муму, нажмите кнопку три. Или оставайтесь на линии. На поверхности реки. Первый освободившийся служащий поможет вам через короткое время. Щербаков. Два слова Муму. Это Михаил Щербаков. Дожил Герасим парень. Язык на месте, а слов не чуть. Кто-то в стеклянном шаре его спущает. Ничто не гнуть. Смотрит Муму сурово. Молчит не слышно. Блестит едва. Шибни два слова. Хотя бы что ли. Жива-жива. Осень, дожди, дремота. Бездонный омут, бессонный гнет. Это Муму работа. Сейчас от нее очнется и подбегнет. Помнишь кофейню Соха? Герасим вредит. Да толку что? Плохо Муму, неплохо. Мне даже хуже, чем только что. Соловьев. Три еврея Муму. Небывалый подкровенности роман, вызвавший яростные споры по обе стороны реки. Ближайший единственный друг Нобелевского ревата вспоминает. Кто на самом деле был завербован КГБ? Автор или его герои? Занимался ли Герасим анонизмом? Воровал ли Муму серебряные ложечки у барыни? И другие размышления литературы? Сорокин. Голубое Муму. Ничто не предвещает опасности. Герасим спокойно топит Муму. Вдруг постепенно он достает труп животного, совершает с ним некрофильский ритуал. Потом подвешивает Муму на дерево и включает магнитофон с записью Невисоцкого, чтобы привлечь новые жертвы. Челюсти Муму. Перевод с голливудского. Муму идет ко дну, но из-за легкости, припретенной благодаря диете Аткинса, всплывает на поверхность. Она приходит в ярость, наращивает руки и носится по берегу, вызывая ужас окружающих. Хиллари Клинтон. Муму. Живая история. Документальная повесть о том, как республиканцы пытались утопить ее мужа из-за связи с известной барами. Муму. Жертва писательского произвола. Сборник статей университета. В сущности, Муму весьма антифеминистский рассказ. Баранец жестоко и взбалмошна. Татьяна пьет и выпускает свое немое счастье. Муму вообще, сука. Миши даже сядут как на подбор. Приятный исполнительный тудорюбью. И последнее. Сборник еврейских анекдотов. Приходит Герасим к Равину. Вот у меня какое дело. Барыня велела мне утопить Муму. А у меня их два. Один беленький, другой черненький. Я прям не знаю, кого выбрать. Утопи беленького, говорит Равин. Тогда черненький будет скучать, отдыхает Герасим. Утопи черненького, а тогда беленький будет скучать. Равин задумался и говорит. Знаешь, тут есть рядом Мула, мы с ним дружим. Пойди спроси у него, скажи от меня. Приходит Герасим в поле и рассказывает о своей беде. Утопи беленького, говорит Мула. Тогда черненький будет скучать, отдыхает Герасим. И что ты с ним? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова